По оценкам экспертов, на сегодняшний день в мире насчитывается более 40 миллионов жертв торговыми людьми. Этот вид преступной деятельности не знает границ и существует во всех странах мира. Беларусь не исключение. Только по официальным данным, с 2002 года в Беларуси жертвами современного рабства стали более 5800 человек, из них 740 дети. Во Всемирный день борьбы с торговыми людьми мы хотим еще раз напомнить о проблеме и о том, с чем сталкиваются люди, пострадавшие от трафикинга. В 2012 году в стране принят закон о противодействии торговыми людьми. Разработан национальный механизм идентификации и перенаправления жертв на реабилитацию. В процессе участвуют госорганы, международные и неправительственные организации. К слову, помощь может быть оказана и потенциальным жертвам торговыми людьми, тем, кто так или иначе пострадал от данного вида преступлений. В настоящий момент в Республике реализуется программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы, которая охватывает практические меры и инструменты для борьбы с торговыми людьми. Вместе с нашими партнерами мы работаем над совершенствованием законодательства и координацией межведомственной деятельности, а также над укреплением кадрового потенциала и развитием международного сотрудничества. Работа всех заинтересованных ведомств позволила снизить масштабы трафикинга в стране. С 2005 года количество преступлений идет на спад.